чтобы развить осознанность для начала нужно заниматься теми или иными практиками концентрации концентрируешься на какие-то предметы вещи и что такое концентрация это например ты берешь какой-то предмет листочек например да и полностью на нем концентрируешься удерживаешь свое внимание на этом листочке и вот как вот сейчас например в телефоне до фокус постоянно туда-сюда туда-сюда и ум то же самое делает он туда-сюда скачет туда-сюда как качели постоянно меняется фокус тебе каждый раз нужно этот фокус улавливать чтобы было все четко фокус уловил удерживаешь концентрацию на предмете начале нужно просто предмет концентрируешься и удерживаешь эту концентрацию и так минут 10 минут 10 эту концентрацию удерживаешь по несколько раз день хочешь то есть здесь тоже все зависит от чистоты это как и любая тренировка то есть чем чаще ты делаешь тему все больше больше тренируешься чем интенсивней надо делать так чтобы конечно тебе сильные не надоело но все зависит от того насколько ты готов к изменениям хочешь ли ты эти изменения берешь предмет любой садишься ладишь ложишься там еще что-то и прям смотришь на него и все свое внимание внутреннее свое внимание смотришь на этот предмет прям смотришь и сверлишь его как будто и тебя будет постоянно отвлекать звуки мысли еще что-то ты все время смотришь на этот предмет и прям вот рассматриваешь его глазами старайся не давать ему оценки этому предмету то есть ты должен просто глазами атаку-то рассматривать его но не даешь ему оценки какой он потому что этот предмет допустим он может быть красный зеленый мягкий твердо еще что-то то есть ты не должен давать оценочное суждение этому предмету не должен его описывать какой он твоя задача просто наблюдать его просто смотреть и концентрироваться на нем я как качели вот какой-то листочек постоянно так будет туда-сюда туда-сюда внимание и эта тренировка и она может растянуться на очень и очень долго кого-то быстро но ты концентрируешься концентрируешься и с каждым разом это как игра на гитаре поначалу ты когда садишься играть на гитаре да ты можешь что код все садятся от все начинают сбоя зачастую тут садятся в основная масса молодежь особенно садятся играть и ты садишься просто врум-брум-брум осмотришь через недель куда через месяц ты уже под бой уже писей песенку разучишь какую-то простецкую через год ты уже играешь несколько песен уже перебоем перебором там пользуюсь и так далее да через два-три года ты уже просто офигенно играешь и самое что интересное тебе даже школа не нужна для этого это просто твоя концентрация ты просто настолько поглощен этим процессом что ты полностью на него концентрируешься вот как игра на гитаре ты же не отвлекаешься ты же не смотришь на улицу и играешь на гитаре нет ты полностью сконцентрирован на на струнах на ощущениях вот этих струн до на на нотах там допустим или на самом как вот как эти струны должны звучать как они должны играть в этот момент то есть как перебор ты вот делаешь пальцами до ощущения пальцев ты полностью сконцентрирован на этом процессе и концентрация вот это внутренняя до когда ты занимаешься осознанность это осознанность то есть концентрация это как раз таки один из элементов осознанности и первое тебе нужно развить концентрацию вот ты развиваешь эту концентрацию развиваешь концентрацию на тело потом ты развиваешь концентрацию на все потом вот ты просто уже ощущаешь тело слышишь все звуки и чувствуешь все запахи И вот начальный этап, это вот самое простое, это взять и концентрироваться на определенный какой-то предмет. Можно на тело, но на тело посложнее, потому что человек, например, не может представить, как внутри ощутить свое тело, то есть тело. Даже элементарно не знает человек, ну не может понять, как ощутить свои руки, как внутренний объем, допустим, рук ощутить, как энергия бежит по рукам. И самое простое на самом деле, это просто взять какой-то предмет, сесть, лечь, как удобно. И просто концентрируешься 10 минут на этом предмете, удерживаешь концентрацию, прям вот ее удерживаешь. Возможно, даже будет это прям как будто физически очень даже тяжело. Но ты просто вот впилился глазами в этот предмет и смотришь, но не описываешь его, не даешь ему названий. Ты просто глазами, просто глазами смотришь и все, никаких названий не даешь. Это важно. И так вот несколько раз в день, может быть, даже постоянно, в течение всего дня, уселся, там ешь в автобусе, смотришь. Не за рулем только. А потом уже едешь за рулем, концентрируешься на теле. Так что, кстати, когда ты сконцентрирован, вероятность аварии практически невозможна. Скорее всего, невозможно, потому что ты очень сконцентрирован. Сконцентрировал не только, допустим, на тело. Кстати, и вождение машины, это тоже концентрация. И вот момент сконцентрирован на дороге. Зачастую ты более сконцентрирован, чем вот смотрение по сторонам. Так что, занимайтесь концентрацией. Одна из практик, как раз таки. Друзья, подписывайтесь на канал, переходите на Дзены, ВКонтакте, Телеграм. Ютуб у нас могут прикрыть. Так что, переходите, подписывайтесь везде, где только можно. Субтитры создавал DimaTorzok